Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Сегодня в этой видеозаписи, которая создается для библейского портала Экзегет, мы читаем первую главу первой боковийской книги. Читаем и пытаемся разобраться, о чем говорится в этом замечательном тексте. Я буду читать Маковейскую книгу не по традиционному синодальному переводу, а по переводу, который выполнен недавно замечательными учеными Ниной Владимировной Брагинской и Анной Ильиничной Шмайной Великановой. Предлагаю всем, кто будет смотреть эту запись, открыть и синодальный перевод, и сравнить, чем отличается тот и иной перевод этого древнего замечательного текста. Маковейская книга, первая Маковейская книга, была написана на древнееврейском языке, и затем переведена на греческий язык. Именно этот греческий язык до нас и дошел, а мы читаем уже перевод на русский язык. Вот что было после того, как македонец Александр, сын Филиппа, разгромил, выступив из страны Хитим, разгромил Дария, царя Персов и Медиан, стал царем вместо него, сначала в Элладе. Он развязал много войн, овладел крепостями и предал смерти царей земли. Дошел до пределов земли и завладел богатствами множества народов. И земля покоилась пред ним, а он возгордился и превознесся сердцем. Он собрал огромную военную силу и воцарился над странами, народами и властителями, а они стали платить ему дань. Но потом он слег и понял, что умирает. Каждый современный даже школьник знает о личности Александра Македонского, великого завоевателя, который, будучи еще совсем молодым человеком, собрал огромную армию и сначала завоевал Элладу, Грецию, а потом огромное количество других территорий, создал Великую Империю. Маковейская книга — это книга историческая, и она начинается с описания всем известных исторических событий. Если и сегодня каждый знает имя Александра Македонского, то тем более в ту эпоху, когда эти события были еще не так далеки, каждый знал очень хорошо о том, кто такой Александр Македонский, какие завоевания он совершил и как была устроена его империя. Мы видим, что автор первой Маковейской книги не просто упоминает Александра Македонского, а выражает свое отношение к этому человеку, к этому великому завоевателю. Он говорит, что Александр Македонский возгордился, превознесся сердцем, собрал огромную военную силу, воцарился над странами, но это принесло вот ему такое непростое, болезненное, с духовной точки зрения, состояние. Его жизнь закончилась, он слег, понял, что умирает и созвал своих знатных слуг, совоспитанников своих с юности и еще при жизни разделил между ними свое царство. Всего процарствовал Александр 12 лет и умер. Его слуги стали правителями, каждый в своем месте. После его смерти все они надели венцы, а после них их сыновья. И так продолжалось долгие годы, и они приумножали взгон на земле. Полководцев, великих полководцах, ближайшее окружение Александра Македонского, автор первый, Маковейский-Киги, называет довольно уничижительно слугами. Александр созвал своих слуг и разделил между ними свою империю. Мы и в этом месте тоже видим вот некоторое отношение, пренебрежительное отношение автора первой Маковейской книги к личности Александра, к его ближайшему окружению, к его слугам. От них произошло зло на земле. Это отношение, такое предвзятое, оно неудивительно, потому что от одной из династий произошел, собственно, самый главный отрицательный персонаж первой Маковейской книги, Антиох IV и Пефан, он был представителем династии Селевкидов, и именно он напал на Израиль, расширяя свои владения, и организовал, наверное, первые в истории Израиля масштабные религиозные гонения. Он ставил своей целью не просто подчинить каких-то отдельных людей, а, как мы увидим из текста, ставил своей целью извести веру в истинного Бога как таковую. От них, то есть от тех самых слуг Александра Македонского, произошел корень зла, Антиох Епифан, сын царя Антиоха. Действительно, онцом Антиоха Епифана тоже был Антиох, Антиох III. Антиох Епифан был Антиох IV, его отец Антиох III. Он был заложником в Риме, а царем стал в 137 году царство Эллинов. Мы видим, что автор первой Македонской книги довольно хорошо знаком со всеми историческими событиями, в том числе с биографией Антиоха Епифана. Действительно, долгое время Антиох Епифан, до того, как он воцарился, находился в Риме в качестве заложника. «В оны дни объявились у Израиля сыны отступника и убедили многих такими речами. Давайте пойдем и заключим завет с язычниками вокруг нас. Ведь с тех пор, как мы от них отгородились, нас постигло много несчастьей». В годы, которые предшествовали страшным событиям нападения Антиоха Епифана, гонениям, израильское общество разделилось. Некоторые части были настроены, можно сказать, прогрессивно. Зачем нам придерживаться древних законов наших отцов? Зачем нам быть настолько верными тем заповедям, которые Господь дал через Моисея? Почему нам надо так уж беречь свою собственную культуру, как бы мы сейчас сказали? Давайте обратимся к нашим врагам. Они просвещенные, они такие культурные, у них такая высокая культура. Давайте будем с ними в союзе, в мире. Вот примерно так говорили те люди, о которых здесь упоминается. Давайте пойдем и заключим завет с язычниками вокруг нас. У нас много несчастья с тех пор, как мы отгородились. И многим любезны были такие речи. Тогда нашлись среди народа такие, кто изъявил желание и отправился к царю, а он дал им право исполнять установление язычников. Они построили в Иерусалиме гимнасий по обычаю язычников, восстановили себе крайнюю плоть, отступились от Святого Завета, пошли под иго язычников и продались в рабство пороку. Вот с этого начиналось правление Антиоха Епифана. Очень многие люди добровольно, фактически, отказались от веры отцов, заключили союз с будущим гонителем, с Антиохом Епифаном и выстроили такое учебное учреждение в Иерусалиме гимнасии по образцу тех школ, которые были приняты в эллинистическом мире. Но это, конечно, было место, где не просто предавались каким-то интеллектуальным упражнениям, учили какие-то ценные и важные знания, а это было место, где воспитывались молодые люди в духе противостояния древнему закону, закону Божию, закону Моисееву. И там не просто были интеллектуальные практики, а там были разные практики, о которых, как говорит апостол Павел, недостойно говорить. И это были те люди, которые туда сами ходили, те люди, которые отдавали туда своих детей, те люди, которые участвовали в строительстве этого гимназии. Это были именно такие уверенные, убежденные борцы с древним законом, те, кто добровольно встали на сторону гонителей будущих. Было царство уже целиком в руках Антилоха. И задумал он воцариться в земле Египта, чтобы стать царем в двух царствах. Он вторгся в Египет с огромными полчищами на колесницах, на слонах, со всадниками и большим флотом. И начал войну против Птоломея, царя Египта. Птоломей отступил пред ним, обратился в бегство, и многие пали мертвыми. Мы видим, что Антилох набирает силу, новые и новые завоевания. Египетская территория к нему отошла. Очень интересно, что в армии того времени самую такую мощную силу представляли боевые слоны, которые во множестве были в армии Антилоха и Епифана. Многие, те, кто обучались в этом гимназии, те, кто сочувствовали этому движению, про них сказано в 15 стихе, что они отдались под игоязычников. Само слово иго в буквальном смысле означает ермо, то есть то, что одевается на животных, чтобы они пахали землю, трудились. Это, с одной стороны, символ рабства, а с другой стороны, в переносном значении иго, ермо, это вот такое полное подчинение какой-либо идеологии, какой-либо вере даже в данном случае. Вот эти люди пошли под игоязычников. Можно это сравнить с тем, что в некоторых других местах священного писания тоже используют это слово иго. И уже в Новом Завете, в Евангелии, Господь говорит, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вот для христианина мы тоже себя называем рабами божьими, рабами христовыми, но это иго, которое благо, и которое есть легкая, добрая иго христово. Вот здесь говорится совсем о другом иге. Иге подчинение языческому, богоборческому царю. Возвращаемся к военным действиям Антиоха и Епифана. Войска Антиоха взяли укрепленные города в Египте, и он разграбил землю Египта. Разгромив Египет в 143 году, Антиох повернул назад, выступил против Израиля и вступил в Иерусалим с огромными паучищами. Вот с этого стиха начинаются бедствия непосредственно в Иерусалиме. Эти бедствия были духовно обоснованы, обусловлены тем, что заранее, как только что мы говорили, многие люди отступили от веры в истинного Бога. Весь Ветхий Завет существует такой литмотив. Когда народ верен Богу, Бог оберегает народ. Бог дает победы народу. Бог охраняет народ от врагов и от бедствий. Но когда народ отступается от Бога, то различные бедствия постигают народ. Вот здесь большая часть народа отступила от Бога, построили этот гимнасий, уклонились под иго язычников и бедствия постигли Израиль. Антилох и Епифан, разгромив Египет, вторгся в Израиль. Он вступил в Иерусалим с огромными паучищами. В надменности своей вошел он во святилище, забрал золотой жертвенник, светильник со всеми его принадлежностями, стол предложения, сосуды для возлияний, чаши, золотые кодильницы, завесу, венки, содрал все золотые украшения с передней стены храма. Он забрал и серебро, и золото, и драгоценную утварь, забрал сокровища, данные на хранение, какие нашел. И забрав все, он ушел в свою землю. Много крови было им пролито, и много отменных речей было сказано. Мы видим, что автор первой Маковейской книги как самое большое бедствие описывает именно разрушение храма. Он упоминает, что и много крови было пролито. Конечно, был разграблен и город Иерусалим, и много людей погибло во время этого нашествия. Но самое страшное бедствие для верующего израильтянина – это разрушение храма, осквернение храма. Храм не был разрушен, но он был осквернен. Здесь подробно перечисляется, какие священные предметы, какие сосуды, какие драгоценности Антиох и Епифан забрал из храма. Иосиф Лавий, описывая те же самые события, пытается понять, почему Антиоха это сделал, зачем он разграбил храм. И он говорит, что прежде всего это просто было ограбление, потому что многие сокровища были в храме, как здесь и сказано тоже в первой маковейской книге. И многие священные предметы, которые там были, они были сделаны из драгоценных металлов, и другие были сокровища в храме. И просто вот в целях обогащения, говорит Иосиф Лавий. Но из маковейских книг мы узнаем, что это не только в целях обогащения. По каким-то причинам Антиох и Епифан ненавидел веру в истинного Бога, ненавидел веру израильскую. И не просто рационально хотел присвоить себе те или иные богатства. Нет, его целью было как можно сильнее нанести урон самой вере, самим верующим людям. Святилище было разграблено, и плач великий поднялся повсюду в Израиле. Застонали вожди и старейшины, поникли девицы и юноши. Женщин поблекла краса, погребальную песнь пел каждый жених. В брачном покое скорбела невеста, содрогнулась земля заживущих на ней, и дом весь Иакова в стыд облачился. Этот фрагмент текста с 25 по 28 стих представляет из себя такой скорбный плач. Многие самые сильные чувства человек выражает через поэзию. Просто слов недостаточно. И вот в составе Священного Писания, в составе Библии у нас есть много таких вот отрывочков, особенно поэтических. И в том числе, когда происходит какое-то страшное горе, то тоже ответом на это горе, выражением чувств, которые испытывают люди в результате постигшего горя, являются вот такие скорбные стихи. Плач. Для Библии этот жанр, он такой сквозной во многих местах, вот когда люди в результате греха испытывают те или иные страдания, те или иные скорби, откликаемся на это, мы плачем. И вот здесь такой поэтический плач. К сожалению, в переводе сначала на греческий, а потом уже на русский язык мы не можем в полноте ощутить красоту именно поэзии, скорбной поэзии. Но частично вот здесь это передано. И вожди, и старейшины плачут, и девицы, и юноши, то есть все самые старые, самые почетные, самые уважаемые люди в народе, и наоборот, которые только вступают в число таких полноценных граждан, полноценных участников народа Божия, девицы, юноши. Жених, который должен радоваться, у него свадьба, он поет в брачном покое погребальную песнь. Невеста, которая выходит замуж, она тоже скорбит. Этот маленький такой стихотворный отрывок, он показывает, что весь Израиль находился в состоянии скорби, уныния и облачился в стыд, как здесь сказано. В результате этого вторжения антиоха Епифана, и прежде всего, в результате осквернения Иерусалимского храма. Сердце израильского народа, храм, место присутствия Божия, разграблено. Какое что-то может быть радость. Даже и свадьба, и брачная, пир не может быть в эти дни радостным. Через два года царь отправил в города Иуды главного сборщика податей. Он пришел в Иерусалим с огромными полчищами. В своем коварстве он говорил им миролюбивые речи, и они поверили ему. А он внезапно напал на город с сокрушительной силой, ударил по нему и поглубил множество народа Израиля. Он разграбил город, спалил его огнем, разрушил дома и стены вокруг города. Женщин и детей взяли в плен, завладели скотом. Город Давида они обнесли большой и мощной стеной с мощными башнями, и стал он для них крепостью. Они разместили там грешное племя отступников, и там укрепились. Они запаслись оружием и продовольствием, и, собрав добычу, взятую в Иерусалиме, сложили ее там, и стала крепость страшной ловушкой. Мы видим, что была первая волна нападения, когда был разорен и осквернен храм Иерусалимский. И вот прошло некоторое время, только немножко люди успели оправиться от этого горя, как вновь Антиох Епифан направляет, уже не сам приходит, а направляет своего главного сборщика податей, то есть какого-то своего приближенного полководца во главе большого войска, который входит в Иерусалим, занимает Иерусалим, строит стены, превращает Иерусалим в крепость, и главный город Израиля, город Давида, о чем здесь вспоминается, город великого царя израильского, становится крепостью, где обосновались враги. Снова плач, поэтический снова отрывок. Она, вот эта крепость, стала засадой святилища, для Израиля лютым врагом неотступным. Вокруг святилища пролили кровь неповинную, опоганили и само святилище. Из-за них и столицу покинули жители, чужестранцев стала она обиталищем, стала мачехой собственных отпрысков, и свои ее чадо покинули. Запустела святыни ее, как пустыня, ее праздники стали рыданием, а субботы ее поношением. Ее честь обратилась в ничтожество, сколько было в ней славы, столько воздвигалось бесчестие, а величие ее обратилось в скорбь. Столица Израиля, сердце Израиля, Иерусалим, стал неотступным лютым врагом. Вот такое положение создалось в начале тех событий, о которых прористует первая Маковейская книга. И царь повелел всему своему царству, чтобы все стали одним народом, чтобы всяк оставил свои обычаи, и все язычники повиновались царскому слову, и многие от Израиля согласились на это его идолослужение, принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Царь, естественно, имеется в виду тот самый завоеватель, антиох Епифан, корень зла, как чуть раньше было о нем сказано, по каким-то причинам хочется, чтобы не было никакого религиозного разнообразия в его империи, чтобы все народы, населяющие его империю, придерживались одних и тех же обычай, были бы представителями одной и той же культуры. И в этом смысле иудаизм является особенно страшным врагом для Антиоха Епифана. И вот он велит, чтобы все отставили свои обычаи, оставили свои заповеди, оставили свое служение и одинаковым образом поклонялись языческим богам и прежде всего самому Антиоху Епифану. Он себя обожествлял. Многие от Израиля согласились на это его служение, принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Мы уже говорили, что часть людей, часть израильтян охотно и, может быть, как мы ему сейчас сказали, не за страх, а за совесть приняли вот это предложение царя. Они не исполняли субботу, не помнили вот эту важнейшую заповедь Ветхого Завета и приносили жертву идолам. Царь отправил гонцов со свитками в Иерусалим, в города Иуды, приказав следовать обычаям, чуждым для этой земли, запретить в святилище всесожжение, жертвоприношение и возлияние, осквернить субботы и праздники, надругаться над святилищем и святыми, строить алтари, капища и кумирни, приносить в жертву свиней и других нечистых животных, оставлять своих сыновей необрезанными и осквернить свои души всяческой нечистотой и мерзостью, чтобы забыли они закон и переменили все установления, а кто царя ослушается, умрет. Мы видим картину того, как разворачиваются именно религиозные гонения. на других страницах Ветхого Завета мы не раз читали, как гонения разворачиваются против какого-то конкретного праведника, против кого-то, кто не боится сказать правду, даже когда эта правда очень неприятна властителю. Но здесь гонения разворачиваются именно против всего народа. Все должны забыть закон, перестать обрезывать сыновей, переменить обычаи, а кто царя ослушается, умрет. Вот какие слова разослал он по всему своему царству. Он назначил надзирателей, над всем народом и приказал городам Иуды одному за другим приносить эти жертвы, языческие жертвы, в том числе нарочно, чтобы как можно более неприятно сделать ревнителем закона, царь Антиох приказывает приносить в жертву языческим божествам свиней, животное запрещенное по закону Ветхого Завета, нечистое животное, которое никто никогда не разводил, не употреблял в пищу мясо свиней, и это животное считалось таким вот особо нечистым в Ветхом Завете. Посланники царя расходятся по всем городам, надзирать за тем, как исполняются эти приказания Антиоха и Епифана. К ним стекались многие из народа, все те, кто оставил закон и натворили злых дел на земле. В тайные убежища загнали они Израиль, во все пристанища, какие только были. Те, которые отступили от закона, те, которые охотно или менее охотно, но подчинились требованиям Антиоха и Епифана, они уже не Израиль. От настоящей Израиль, те, которые верны закону Божьему, верны Богу, его установлением, выдавлены в тайное убежище. В пятнадцатый день месяца Хас-Лев 145 года они выстроили на жертвенниках мерзость, запустение, а в окрестных городах Иуды выстроили алтари. Перед дверьми домов и на улицах они совершали воскурение. Если находили книги закона, рвали их и сжигали на костре. Если находили у кого-нибудь книгу завета, если кто-нибудь обнаружил приверженность закону, то указ царя обрекал его смерти. Подобные гонения были только через несколько поколений уже в эпоху раннехристианскую, когда иметь книгу священную уже значило быть повинным смерти. Исполнять заповеди уже значило быть повинным смерти. Месяц за месяцем чинили они такое насилие над Израилем, над всеми, кого заставали в городах. В 25-й день месяца, принося жертву на алтаре, который был на жертвеннике, они, следуя приказу, предавали смерти женщин, обрезавших своих детей, подвешивая им на шею младенцев, а их родных и тех, кто совершал обрезание, убивали. С невероятной жестокостью совершаются эти гонения. Многие в Израиле крепились и держались, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, лишь бы не оскверниться пищей и не надругаться над Святым Заветом, и умирали. Да, великий страшный гнев пал на Израиле. Таким образом, автор первой Маковейской книги показывает нам, насколько масштабными и страшными были вот эти религиозные гонения, насколько жестокими они были. И хотя многие, даже еще до начала вторжения, как мы видели, отступили от закона, были и другие, которые оставались верными до конца и даже умирали за верность закону. Вот этой картиной страшных, жесточайших гонений заканчивается первая глава первой Маковейской книги в следующих наших беседах мы продолжим читать эту книгу, узнаем, как будут развиваться события. Это была лекция, записанная для библейского портала Экзегет. Мы читали первую главу первой Маковейской книги. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...